Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. В обсерватории Казанского университета День космонавтики отметили организации тематической выставки в Планетарии. Мероприятие открыл ректор Ильшат Гафуров. Смотрим. Чтобы войти в историю, ученым понадобился один день и год разработок. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур к далеким звездам отправилась ракета «Восток-1». В кабине космического корабля впервые находился человек, будущий герой Советского Союза Юрий Гагарин. Спустя 4 месяца после триумфального возвращения космонавт по личному приглашению председателя Совета Министров Фиделя Кастро посещает Кубу, где устанавливают прочные дипломатические связи. Фотовыставку, посвященную этому историческому визиту в Планетарии Казанского университета, открыли ректор Ильшат Гафуров и руководитель российского общества «Дружба с Кубой» Алексей Лавров. Первым, кто сказал, что кубинский космонавт приезжал в космос, был Юрий Гагарин. Во время своего исторического визита в июле 1961 года на Куле. Буквально через три года после этого визита Юрий Гагарин возглавил, стал первым президентом Всесоюзного общества Советско-Кубинской дружбы. Ильшату Гафурову был вручен памятный знак общества в качестве признания вклада Казанского университета в развитие астрономии, космической науки и российско-кубинской дружбы. Алексей Лавров подчеркнул, что открытие этой выставки можно считать началом подготовки к 120-летию обсерватории, которая будет отмечаться в сентябре 2021 года. В Казанском федеральном университете у нас очень много было учеными университета в разные годы сделано для изучения в целом и ближнего, и дальнего космоса. Особенно много работ было посвящено изучению Луны. И большое количество кратеров до 20 названо именами ученых Казанского университета. Две кометы, восемь малых планет. И сегодня мы участвуем в международном проекте, который возглавляет академик Сюняев. В рамках мероприятия состоялась презентация документального фильма «Первые. Гагарин и Куба». Впервые в истории выставки картина была показана на куполе звездного неба планетария. Ариадна Кугушева, Алексей Румянцев, Фарид Захитаглы, Универньюз.